По предъявленному ими винователю, по вчинению криминального правопорушения, передбаченному члену 2 статьи 294 Криминального кодекса Украины, вызнатый невиноватым. Это происходит в составе пункта 2, статьи 375 КПК Украины, в Москве зверевые демонстрируют, что криминальный правопорушение в члене невинователем и выпрямленным. Понедельник – день тяжелый. Эту народную мудрость на себе испытали жители Черноморска. Именно здесь оглашали вердикт по судебному делу, которое уже длится более трех лет и внимание к которому привлечено даже за пределами страны. По традиции, под стенами суда собралось под сотню активистов патриотических организаций. На порядок было больше силовиков, которые в случае чего должны были гасить приступы чрезмерной активности радикалов. Оправдательный приговор стал зажженной спичкой, поднесенной к сеновалу. В ход шел слезоточивый газ, бутылки, палки, камни. В какой-то момент стычки активистов и правоохранителей стали напоминать старинную забаву стенка на стенку. От происходящего, оказалось, обе стороны получали нескрываемое удовольствие. Беспорядки продолжились и в Одессе, где вечером в Киевском районном суде определяли судьбу Сергея Долженкова и Евгения Мефедова. Судебное заседание длилось всю ночь. По его итогам, Долженкову и Мефедову определили два месяца содержания в изоляторе. Мой подзащитный фактически был незаконно лишен свободы. Был вынесен приговор Личевским районным судом, оправдательный, согласно которому он был освобожден, признанный ребенок, освобожден непосредственно в зале суда. Выйти из зала суда ему не дали, предъявили подозрение. Ну, допустим, ладно, подозрение, подозрение, предъявили, да и ладно. Однако его незаконно лишили возможности терапевтикаться. Его вывели сюда, запихнули машину и тут же привезли, как я понимаю, непосредственно в Киевские районы суды. Слідство зараз вивчає саме версию причетності їх до тих дій, які були вчинені в 2014 році. Саме в березні 2014 року це було указаними особами. У змові з іншими особами було здійснено автопробіг по території Миколаївської області, Одеської області, який був, за даними слідства, направлений на знову штати підбурювання і на розповсюдження певних гасел, певної інформації на території цих двох областей щодо виокремлення цих територій і створення на їх території незаконних формувань. Говоря о самом судебному делі, експерты отмечають слабую, неквалифіцірованую роботу следователей і прокуроров. За три года следствие не змогло собрать всех доказательств вины, находящихся в СИЗО людей. К примеру, суд не удовлетворили фото, видеоматериалы. Прокуратура не змогла подтвердить, що там изображены обвиняемые. Мне кажется, що суд все написав в приговорі, і він написав, що следствие проведено із руком плохо, і обвинення навіть не пыталось доказати вину обвиняемих і не предоставило необхідних доказательств. Простите за тавтологію, после такой ремарки судом в приговорі, а ведь суд не просто пишет слова, то есть суд установив факт, по сути. Факт этот говорит о том, що следователі либо профнепригодні, і все следствие ввелось непригодні, профпрофессіонально непригодніми людьми, либо була допущена служебна халатність. Значально момент задержання був указан неправильно, не то время фактического задержання, коли їх, по моєму убежденню глубокому, задержали в Афіні. Було указано время, потом составлення, время задержання – це время составлення протокола. Оснований для задержання в соответствии с требованиями УПК України не були указаны, не присутствували защитники при оформлении протокола задержання. Следственні постсуальні действия проводились, и следственні постсуальні проводились следователями, які не були включити в групу следователей, то есть неуполновоченными лицами. Отдельний вопрос, какое будущее ждет отсидівших в ізоляторі Сакауова, Корчинського і Романюка. Кто сегодня ответит перед этими людьми, которые більше трех лет просидели в СИЗО? Кто сегодня каким-то образом компенсирует им потерянные годы? Они были не в санатории. Кто сегодня морально и физически, в том числе, они там наверняка теряли здоровье, каким-то образом будет с ними разбираться? Нет. Сегодня, к сожалению, политика действительно двойных стандартов существует, на мой взгляд, в нашей стране. И никто не будет ни извиняться, ни принимать никаких решений. Впрочем, сторона обвинения не спешит ставить точку в деле фигуранта 2 мая. Сотрудники прокуратуры готовы обжаловать вердикт, вынесенный в Черноморске 18 сентября. Виталий Хемий, Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, Григорьевич, телеканал «Репортер».